Действительно, сегодня в церквях Действительно, сегодня в церквях Действительно, сегодня в церквях Действительно, тогда что-то произойдет в этом мире Тогда что-то произойдет вокруг нас Потому что жизнь скатывается И сегодня, вот я вижу и вы видите, да? Это остаток Божий Реальных людей, которым небезразлична судьба этой земли Которым небезразлична судьба детей и всего окружения Аминь. Давайте мы склоним голову и призовем Христа. Аллилуйя, великий мой Бог. Я прошу Тебя, дорогой Отец, приблизься к нам, Господь. Открой небеса над нами здесь и сейчас, Отец. Прикоснись к нашим сердцам и приготовь эти сердца в добрую почву во имя Иисуса Христа. Добре будет здесь Твоя благодать, Господь, на то, что мы сделали шаг к Тебе, Господь. Сделай к нам шаг, Господь. Возьми наши уста, возьми наши сердца, возьми наши уши в свои святые руки, Господь, и очисти от святей. Помоги нам стать лучше, Господь. Помоги нам уйти отсюда измененными, но не такими, как мы пришли. Великий Бог, я прошу Тебя, во имя Иисуса наполни этот зал Твоей благодатью, присутствием Духа Святого. Наполни эти уста Твоей силой, Господь, которые помогут разделить всякую нечисть от света. И пусть этот свет воссияет в каждом сердце, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Богу за Бога. Чуден Бог. Знаете, я хотел бы вначале у вас спросить такой вопрос. Вот есть пастор, да? Сейчас он где-то задерживается. Вот что для вас, или кто для вас пастор? Кто-то из других церквей, кто для вас ваш пастор? Не важно. Кто смелее? Давайте мы будем участвовать в диалоговом варианте. Духовный отец. Какой? Наставник духовный. Еще кто? Дар Божий. Труба с небес не сякающая. Пастор, мы про вас говорим. У кого еще как лидер? Да? Вожди. Вожди. Пастор, вы вожди. Вот. Знаете, а кто объяснит вообще, что за этим стоит? Вот, ну, определение дать тому, что вы сказали. Вот, допустим, кто сказал духовный отец? Вот кто-то из вас, да? Что это значит, скажите? Наставник. Пример. Пример для подражания. Несущий слово. Тот, который любит, все время что-то дает. Ясно. Смотрите, церковь. К большому сожалению, мы только так к нему и относимся. Да, это одна из составляющих пастора, быть наставником, учителем, духовным отцом, любящим, наста... Ну, как там, ну, все, что вы говорили. То есть, дающий, 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 дающий. Пастор, дай, пастор, дай, пастор, дай, пастор, дай, пастор, дай. Дай, пастор, пострадай, да. И он и ходит, вот, видно, что в спортзал ходишь, чтобы давать мог побольше. Знаете, когда мы с ним встретились, и он зашел к моему брату Павлику домой, я почувствовал присутствие Духа Святого. Знаете, кто такой пастор? Дорогие, если вы это сейчас поймете, ваша жизнь изменится кардинально. Пастор – это носитель Божьего присутствия. Пастор – это носитель Божьего присутствия. И если мы относимся к пастору так, как учит Писание, если мы его почитаем, а что такое уважать, да, уважаем, почитаем, что такое почтение? Это когда ты уважаешь. Это слово переводится еще как благоговеть. Это слово еще переводится как трепетать. Это слово переводится как еще ожидать. Если вы подходите к своему духовному отцу и говорите пастор, и в значении этих слов лежит то, что вы почитаете ожидание Божьего присутствия, а это сразу обязывает пастора, ну, не то, что обязывает, это побуждает его дать вам то, что от Бога. Ожидающий от пастора услышать не крик, не наказание, а наставление. Он услышит не критику, а руководство к действию. Потому что любовь выражается не только в прянике. Любовь выражается во внимании. И если ты тыкаешь пастору, ты уже его приближаешь к другу. А что ты можешь от друга получить, кроме как круговой поруки, кроме как понимания таким, каким ты есть? Да не хочу я, чтобы меня, мой пастор, понимал таким, какой есть я. Я хочу, чтобы он мне помог быть похожим на Христа. И у нас внутри у каждого зарождается принятие таким, какой он есть. Кто из вас имеет болезнь какую-нибудь, любую? Я не хочу принимать то, что вы имеете болезни. Почему я должен принимать тебя болеющим? Не хочу во имя Иисуса. Да будете исцелены во Иисуса Христа. Я не хочу воспринимать глупого глупым. Я не хочу воспринимать безумного безумным. Я не хочу воспринимать невежу невежей. И когда вы тыкаете пастору, вы его приближаете к себе, заставляя его воспринимать в вас тем, кто вы есть. Но когда мы благоговеем, когда мы трепещем, когда мы в каждое слово, обращенное к нему, создаем некий вакуум, то есть притяжение к себе Божьей славы, как бы пастор не был уставший, как бы он не был раздражен, вызывается Божья благодать, и приходит ответ, который может кардинально изменить вашу жизнь. Потому что только тот ответ, который является руководством к действию, является исторически важным. Но когда вы приходите к другу, он вам скажет, ты молодец, ты сможешь. Что это даст вам? Ты молодец, молись. В чем это вам поможет? Ты молодец, читай Библию, тебе все будет хорошо. А вы так не знали? Когда вы придете с ожиданием, Дух Святой придет и скажет, слушай, посмотри вглубь своего сердца. Ты говоришь, сейчас мне приятно, но он твой мотив. Ой, пастор, да, ну честно, да. Меня всегда поражает, когда приходит пастор и говорит, пастор, ну если честно. Слышали когда-нибудь такое? То есть человек всегда говорит, да я все время вру, ну сейчас, пастор, ты меня застал врасплох. Но если честно, я лично в мире, когда был, я всегда наоборот это говорил, но если честно, когда я хочу соврать. И любимый трюк любого человека, который любит врать, вот когда говоришь правду не верят, а когда врешь, то тебе верят. Да, это сразу же все, там все. И когда, если честно, все. Все понятно, поверь мне. Да, точно. Поэтому я хотел сегодня поговорить о привилегии быть служителем Божьим. О привилегии быть служителем Божьим. Ибо служителем Божьим быть это привилегия, это честь. Скажи соседу, будь служителем. Вы слышали когда-нибудь, что приходят в церковь и говорят, лидеры, сейчас собрание будет для лидеров. Слышали когда-нибудь? У вас отделяются лидеры от нелидеров? Отделяются. Знаете, для кого это собрание? Это собрание для верующих. Когда говорите для лидеров, это собрание для верующих. А когда для всех, это значит для клуба любителей Иисуса Христа. Только те, кто хотят рядом походить с верующими. Ибо Бог сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы приносили плод. И плод ваш пребывал. И плод ваш пребывал. Можете ли вы индивидуально сея Евангелия убедиться в пребывающем плоде? Что такое служение? Служение – это проектное отношение. Это отношение от начала до конца. Это отношение в виде проекта. Это неудовлетворение частным выхватом, каким-то щипачеством. Вас же не устраивает зарплата на работе. Сегодня шеф захотел – дал рубль. Завтра захотел – дал сто. Не устраивает же, да? Почему мы служим сегодня именно таким образом? Почему мы сегодня относим в ранг верующих постоянно или верующих во времени? Знаете, есть такая Мэри Поппинс? Куда ветер, туда и… да? Фамилия у него такая говорящая. Да? Слава Иисусу! Авраам – он был слугой. Моисей – называл себя слугой. Давид – называл себя слугой и рабом. Иисус! Он был нам раб и слуга. То тем паче мы. Мы, которые узнали Его. Мы, кто побуждает нас прийти и слушать Слово Его. Как мы можем быть равнодушны? Аминь. Писание говорит, Матфея 12 глава, 18 стих. «Се отрок» – отрок в английском переводе пишется как «слуга». То есть «се слуга мой, которого я избрал, возлюбленный мой, и которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Аминь. Мы можем все, что угодно придумывать для себя и объяснять Христа по-всякому. Я уже говорил вам в четверг, что христос, христиане – это не от слова «христиться». Христиане – это носители Божьего помазания, носители Божьего присутствия. И нужно понимать, что слуга, он знает миссию Господина. Слуга, он знает то, что Господин от него хочет. Слуга, он знает то, что знает пастор, он знает, куда он идет и к чему двигается. Слуга, он изучает и понимает смысл присутствия. И в чем миссия Христа? Кто мне скажет, в чем миссия Христа? Что? Спасти заблуждающий мир. Почти правильно, ну правильно. Что говорит об этом Писание? Говорит 1 Матфея, да? 21 стих. 1 Матфея 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». И дальше говорится его миссия. «И он спасет людей своих от грехов их». Кто сегодня Божий народ? Кто сегодня Божий народ? Вы. Кто еще Божий народ? Избранные, но не званые. Я всю жизнь ходил, понимая, что кто-то меня ведет за руку. И совершая свои грехи, я особо их переживал. Мне их было много, но я не понимал, я не видел другой альтернативы. И только когда приехал мой друг и рассказал мне о Христе, я понял, что есть альтернатива другой жизни, моей жизни, есть другая жизнь. Он меня просветил, я понял, я избран, но я об этом просто не знал. Кто-то мне открыл глаза. Сегодня церковь, к сожалению, относится к церкви, как к Сиону, на которую можно залезть и свесить ноги. И отдыхать уже. Все совершилось. Все. Бог, когда придешь. И так ради подражания кричать. «Гряди, Иисус, гряди!» Я иногда, когда это слышу, говорю, «Господи, дай ему мудрости покаяться. А ты готов? А ты готов к встрече со Христом?» Пастор, когда услышал у меня такую речь, один из одной церкви, подошел ко мне, говорит, «Слушай, ты что-то тут перегибаешь». А так, как-то так получилось, что микрофон был включен, а он на нем вот здесь висел. А он его забыл выключить. Я говорю, пастор, ответь мне честно, вот сейчас вот тут Бог стоит. Если он возьмет и проявится перед тобой, вот так возьмет и проявится, покажет тебе раны, ты вставишь туда пальчики, поковыряешься, да, туда-сюда, покажет тебе рану свою, посмотрит тебе в глаза, твоя жизнь изменится. Он говорит, «Конечно». Я говорю, «Отож, я пошел». Он стоял минут десять, до него дошло, что он сказал. Дорогие мои, если сейчас Иисус прикоснется к вам, возьмет вас за руку, ваша жизнь изменится. О, великий Бог. Давайте посмотрим пример слуги. Бытие, 24 глава, 2 стиха. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое, и клянись мне, Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь сыну моему Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращаясь сына моего туда». Мы еще вернемся к этому месту Писания, и у нас сегодня емкая тема, я буду говорить быстро, хорошо? Поэтому, то есть, вникайте, если есть вопросы, поднимите руки, да? Но старайтесь вникнуть в суть свою. Первое, что требуется от слуги? Это самоотверженное смирение. Самоотверженное смирение. Бог нас нашел, чтобы мы нашли Его и полностью подчинили свою жизнь Ему. Аминь. Без остатка. Не нужно выделять, что тебе, что не тебе. Самоотверженное смирение. Следующее, это безусловная дача Богу. Не на условиях. Сегодня так стало модно заключать заветы с Богом. Ты мне, я тебе. Слышали, да? Ты мне, я тебе. Недавно один великий брат, лет 20 в Боге. Мне так всегда нравится, когда люди говорят, «Да что ты говоришь?» Знаете, когда, допустим, юрист в тупик попадает перед вами, он начинает защищаться своими регалиями. Да я уже юрист с пятью образованиями. Слушай, ты же в тупике. Что ты увешиваешь свою значимость своим дипломом? Так многие верующие определяют свою значимость количеством лет в Боге. Я всегда говорю, класс, 20 лет, обалдеть. Ты мне расскажи тогда последние твои лады и результаты. Это же за 20 лет сколько можно было сделать. Аминь. Знаете, я вам приду такую аналогию. Когда я еду со своим дедом, сегодня он уже с Богом, и я за рулем, он справа, и он говорит, «Слушай, ты там не так подрезал, ты там не так перестроился, ты там не так, ты тут гонишь, тут не гонишь». Я останавливаюсь, говорю, дедуль, садись за руль, а я буду балдеть, да? То есть, а ты едь, как ты знаешь. Я вот мне в радость, то есть, без проблем, не претендую. Он, да ты тут мне это самое, говоришь всякие глупости, вот мои права, мне 35 лет стажа, а ты только там год назад или два получил права. Я говорю, дед, я говорю, сколько ты проехал километров за свои 35 лет стажа? А мы ехали на его машине. А он говорит, ну он, смотри, на спидометре есть, как купил от начала, так и сейчас верен своей красавице. Я там присмотрелся, пыль протер 40 тысяч километров. Я говорю, дедуль, я машины гоня, а я тогда машины гонял, с Германии. Я 40 тысяч проезжаю за полгода. И если моим правам 3 года, я несколько твоих жизней проездил. Что определяет стаж или пробег? Что определяет стаж или пробег? Пробег. Вера измеряется в плодах. Пробег. Ты 20 лет слушал о Христе или ты 20 лет являл Христа? Кто ты сегодня? Явитель или знающий о нем? Кто ты сегодня? Верующий и берущий либо озабоченный, который все время надеется? Я много встречал верующих, которые 20-30 лет в Боге, и они до сих пор озабочены своей проблемой. Они до сих пор, им Иисус не ответил. Я не понимаю, неужели не хватает у нас серого вещества, данного от Бога, чтобы понять, если это невкусно, то можешь его с другой стороны попробовать. Если что-то не получается, то что-то где-то, надо какая-то дверь рядом. Что-то Бог от нас хочет. Что-то Он от нас видит. Аминь. Что такое проблема? Мы будем с вами говорить в следующем блоке, но я немножко сейчас скажу. Проблема – это доверие Бога. Вы имеете болезнь, вам Бог доверил свою славу, потому что вы истинно скажете «Славься, Иисус!», когда вы что-то победили. Победы без препятствий не бывает. И кто-то мне говорит, что как трудно служить Богу. Я не знаю. Я, может, не так много служу Богу. Вы будете удивлены, может быть, сколько я в Боге. Я всего в Боге пять лет. Я покаялся, и с первого дня я стал служить. Я купил стулья и начал им проповедовать. Я купил книжку «Первые шаги с Иисусом». Учил первый урок. Вечером я им выдавал пустым стульем. На третий день пришли два наркомана и заходит, говорит, «А здесь наркотики дают?» Говорит, «Здесь!» «Заходи, налью!» Но они меня принимали за своего. Я тогда, я же покаялся так, мне Бог через друга что-то сказал. Я же не знал, как надо. Я не знал, как это должно быть. Поэтому я тогда еще ходил с пистолетом, я еще ходил с сигаретами. Меня еще охрана стояла на входе и выходе, провожала людей, проходили, не задерживаясь. Мы выходили с тем, кому я проповедовал, покурим? Ну как сегодня, да, пробуй, а щи? И люди исцелялись. Через месяц, когда меня пригласили в Питер на конференцию, я там тоже так, сигаретка, мне говорят, «Ты не заметил, верующие не курят?» Господи, разуми ты раба своего, бестолкового. И я тогда сразу заметил, что на мне кресты висят, там с бриллиантами, такие вот эти гайки, ну, печатки. Я тогда понял, что Библию и пистолет это как-то несовместимо. Я немощный, сосуд, Богом избран, настолько бестолковый, но я, мне Бог открыл, что если тут не открывается, открывается с другой стороны. Сегодня более десяти церквей, сегодня более пяти репцентров, сегодня это только в таких церквях, еще в тюрьмах, в каждой тюрьме в Калининградской области церковь. В Питере начинаем двигаться и так далее. Пять лет. И я кричу, Бог, дай мне знания, дай мне ненасытность, дай мне жажду, не дай мне возгордиться. Я сейчас славлю не себя, славлю Иисуса во мне, потому что я вам сказал, насколько я был немощный, насколько я был дикий, я никогда раньше не улыбался. У меня есть фотографии, надо найти в церквях, показывать, когда я в первый день покаяния. Вы знаете, у вас есть клеточки, лицо из клеточек состоит разных. Я вам скажу по секрету, у этих клеточек есть свой род. И когда эти каждые клеточки улыбались на мне, у меня лицо болело так, они говорят, перестану улыбаться, так я же вроде уже не улыбаюсь. Это было счастье. Но я вам скажу, о чем я начал говорить, служить Богу, это удовольствие, это ни с чем не сравнимо, потому что это так легко, это так легко служить, когда ты приходишь в тьму, это как свет. У кого дома есть комната и лампочка какая-нибудь? У всех же есть, да? Мы когда включаем свет, а он так раз полкомнаты темно, а полкомнаты светло, правильно? Или у всех сразу светло, комнату все освещает? Все же освещают, да? Так и так, когда ты приходишь с Христом в себе, все вокруг тебя освещается. Все вокруг тебя освещается. Но трудно. Я увидел боль в глазах пастора, когда он зашел, потому что он хочет бежать вперед, но кое-кто держит его. Пастор! А я! Пастор говорит, провели праздник, так хочется еще. И толкаешь, толкаешь. А я! Пастор у вас сильный? Сильный. Если он станет, я поменьше его, правильно? Если он станет здесь, а я буду стоять внизу, у кого больше шансов? У него меня наверх вытащить или у меня его вниз тащить? Вниз тащить. Вниз тащить. Сейчас здесь сидят те, кто что-то слышит от Бога прямо в сердце. Пришло время покаяться. Пришло время видеть, куда идет пастор, а не видеть, что он тащит за собой. лебедь, лебедь, раки, щука, видели картину Репина, да? Но я шучу. Лебедь, раки, щука, тащит возик в разные стороны. Да? Возик на месте. И кое-кто меняет обстоятельства. То же самое, лебедь, раки, щука, тащит тоже возик, та же в разные стороны, но зимой. Понимаете, о чем речь? Мы пытаемся изменить вокруг себя обстоятельства. Мы пытаемся изменить в себе мысли. Потому что Библия говорит, каковы мысли такого человека. Мы очень хорошо это понимаем. И что человек пытается? Он пытается накачать себя новыми мыслями. Не отдавая себе отчет в том, что он будет принимать только то, что позволяет ему его мысли. Человек будет отфильтровывать все, что выходит за пределы его понимания. Потому что познание есть присвоение информации. И информация присваивается избирательно. И все, что выходит за пределы понимания, отфильтруется. Поэтому нет шанса изменить жизнь, пока ты не начнешь действовать. Пока ты не выйдешь за зону понятной тебе территории. Пока ты не свалишься за зону комфорта. Пока ты не выйдешь за пределы обычного, типичного понимания жизни. Ты ездил на маршрутке, проедет на такси, ты питался в столовой, покушай дома. Ты ел дома, сходи с женой в ресторан. Я не знаю. Ты проповедовал только здесь, в этом самом, выйди на крыльцо. Кает людей так легко. Люди жаждут. Вот вчера мне, моя церковь, присылает сообщение, план, анализ. Каждый лидер, каждый день присылает план, анализ. Они отчитываются вечером. Проходил по парку, покаял столько. Проходил, потом другая девушка пишет, паса, она первый раз пошла, кает людей. Говорит, так боялась, так боялась. Еще парню проповедовал, он меня, говорит, отправил очень далеко, куда-то непонятно, такие слова, говорит, забыла, но куда-то далеко. Я, так обиделась, расстроилась, все, хватит проповедовать, пошла домой. Он, говорит, меня догоняет. Начинает плакать, да хочу я Христа, хочу. Говори, полчаса в парке прогулялась. Мы из этого делаем ритуал, мы из этого делаем обряд, пастор, благослови и пойдем с нами. Ты начинай, а мы за тобой будем подбирать. Где наша индивидуальная ответственность перед Христом? Безусловная дача Богу, послушание во всех делах Божьих, знание, что путь будет нелегким. Слуга говорит, мы читали, да, что путь будет нелегким. Он знает это. Но для чего Бог вам говорит, что бремя, оно легко, оно легко Божье, но будут трудности, да, будут трудности, будут гонения. И в первую очередь, всегда читайте между строк, оно будет гонение с какой, с какой стороны? С тех, которые ноги свесили. В мире нет гонений почти. Там уже надо так нарваться, чтобы тебя гнали в мире, что вообще там нет, ты везде ответ, куда мы не приходим, куда не приедешь, братья говорят, о, в Питер приехали, мы, нас в тюрьму не пускают, туда не попасть.